Вы говорили, что Бивол выиграет. Почему вы так считали? Потому что все-таки фаворитом считался, конечно, Альварес. Точно то, что фаворитом. Я знал школу, Димину школу. И это моя школа, скажем, примерно моя школа. То, что делал я в ринге. То, что мне давал мой тренер. То, что его тренер дает. Они, это коллега моего тренера. Они вместе работали и делают одну школу. Мы делали одну тему в ринге. Вот расскажите, что за тема. Дима умеет все. Умеет перехватить, встретить, толкнуть. Я не знаю, на ногах. Видите, включил ноги и того не стало. То есть человек может перестроиться по ходу боя и делать разную работу. Это очень важно. Поэтому я сейчас будучи тренером работаю. Я тоже заставляю своих подопечных, чтобы они умели все. Не были однобокими боксерами. Здесь, к сожалению, в Америке. Здесь приходишь ты к тому же Бадди Магерду, Фредди Роучи. Тебя смотрят лучшие твои стороны. Их развивают. Только лучшие твои стороны. Они не так хорошие. Их еще лучше делают. А на самом деле надо по те стороны, которые у тебя не достают. Которые слабоваты. Чтобы ты был разносторонним. Чтобы ты мог поменяться во время боя. Вот и все. Я знал, Димон. Не так-то по-другому. Не по-другому, так по треть. Не так-то по-четвертому. Что-то найдет и делает. И найдет выход из положения. Вот видите. Все нашел. Молодец. Все-то вражу включил ноги. И того не стало. Ноги главные. Ноги включил ноги. И все. Нет Оливароса. Хотя, казалось бы, Альварос это тот боксер, которого именно по очкам переиграть тяжело. Но я тут даже говорю не только про то, что там судьи могут быть на его стороне. Они, на мой взгляд, и здесь даже, так скажем, так посчитали этот бой, что, ну, как мне кажется, Билл больше раундов выиграл, если честно. В стране, ну, слушайте, выходил Дима без флага, без гимна, без заряженной студии в одну калитку. То есть, ну, как бы на убой Диму привезли, понимаете? Это так же, как я раньше ездил там, честно вам скажу, и разъезжал Европу, помню, в свое время. Или как я поехал там с Аумой драться тоже, ну, просто меня привезли на убой. Даже сам Кинг не поехал, там дал какого-то представителя непонятно кого. Вот. Ну, то есть, вот такая же история, понимаете? Только, ну, только команда в него верила, в Диму, и кто его знает, как, кто он, через что он умеет. Но можно ли сказать, что вы чего-то большего от Альвареса все же ждали? Ну, потому что, я не знаю, грубо говоря, его Билл в школу бокса сводил. Ну, может быть, я, конечно, привлечиваю в чем-то, но Билл был очень хороший. Там преподал урок школы. Вы видите, школа бокса победила силу, мощь, там, я не знаю, что у Альвареса там есть. Посмотрите, просто школа бокса, блин, раскатала Альвареса как пацана. Все. Что у студии даже сомнений не стало. И то, и то там. Как бы они не хотели натянуть в пользу Альвареса, они не смогли это сделать. Не слишком ли он медленный был в этом поединке? Я, само собой, про Альвареса. Нет, медленный. Медленный, действительно. Это сказалось то, что он повысился вес? Ну, это вес, конечно. Вы наберите на вас. Давайте сейчас 20 килограмм повесим. 10 лишних. Попробуйте вы. Подвигайтесь быстро. Уже будет все не так двигаться. Тем более, еще раз говорю о предпочтении Билова. Он настоящий. Он не искусственный. Он не наевшийся. То есть он родился и вырос в этом весе. А тот родился и вырос средневесом. Полусредневесом. А сейчас стал полутяжем. То есть он наел искусственно. Это другая вещь. Это другую свою. Так не бывает, что он там кричит. Сначала там сейчас он выйдет там Бетербеевым. Потом он выйдет Сусиком и всех забьет. Ну, это глупо. Так не бывает. Ну, тут вот, знаете, конечно, то есть вот эта вот хваленая защита Канело. Но в этот раз, ну, конечно, Бивол нормально, грубо говоря, навтыкал так. Особенно, причем там Серии прям заходили. Канатом поджимал. В общем. Ну, да, Серии работал как и надо. Молодец тренер, опять же, команда. Вся команда. Корнилов, умничка. Все, все, команда. Вот она, вот она работа команды. Это дорогого стоит. Ну что, получается, что после боя Канело бросил вызов Дмитрию, то есть провести реванш. И Дмитрий согласился. Что думаете, что мы можем увидеть в реванше что-то изменится? Вот так, все будет то же самое. Вот увидите. Ну, неужели Канело не сможет прибавить? Но если даже он прибавит, этого не хватит, чтобы Диму на куче. Поверьте, не хватит. Маленький он не хватит. Ему надо опускаться ниже, идти туда. Хотя бы, хотя бы, хотя бы. Хотя бы. Ну, то есть, самый сейчас, на ваш взгляд, опасный вызов для Дмитрия, это все-таки Артур Бетербеев. Ну да, с нашим Бетербеевым будет сложнее гораздо. У того и другого есть школа бокса. Сильная школа бокса. За плечами очень большой любительский стаж. Вот. И, ну, Бивол все равно намного техничнее, намного техничнее. И намного более обученный, чем Бетербеев. Но у Бетербеева есть плюшка очень большая. Очень сильно бьет и держит удар очень сильно. Так же, как Канело. Вот вы же, получается, с Дмитрием из одного города. То есть, вы это и в начале нашей беседы. Я был, когда мне был. Ему было лет 17-18, наверное. Я был уже чемпионом мира. Я с ним в парах даже стоял. Так, вот расскажите, как это было, когда вы с на парах стояли. Был пацаном еще сопли. Тогда еще он там молодец. Он там не дал в себя попасть. Вот. То есть, уже там классно боксировал. Там, правда, тренер дал по две минуты нам всего стоять. Я говорю, собственно, я к вам в гости пришел. Давайте по три. Нет, и все, молодой. Я говорю, ну, хорошо. По две минуты мы там постояли. Что-то раунд стоял. Два, не помню. Но уже. Ну, то есть, уже стало ясно тогда, то есть, для вас, что из парня будет толк? Да. Я думаю, если не сломается нигде, если по дороге, пока он не вырастет, ну, обматерится, станет мужчиной настоящим, скажем так. Если с ним ничего не случится, много факторов, кто не доходит до этого. Ну, и самое последнее. Вы как считаете, вот эта победа Бивола, вот если брать всю историю российского профессионального бокса, ну, просто так обычно часто получается, что наши боксеры супертопом все-таки проигрывают. Ну, то есть, и Сергей Ковалев проигрывал, и Александр Поветин, то Кричко, то Джошуа. Это вот самая главная победа в истории российского бокса. Я думаю, да, на сегодняшний момент, да. Там Костя издю, конечно, я думаю, очень много сделал в свое время, но там его не подпускали, там далеко он был, да, номер один в мире, скажем так, независимости. А тут он выиграл первого номера сейчас, понимаете? Как ни крути, такого не было никогда, то есть, ну, это, безусловно, успех для России, огромный успех, потому что, ну, такого не было никогда. Вы там, кстати, с ним не встретитесь, случаем, в этой, кстати, в Калифорнии, то есть... Ну, я думаю, что сейчас Корнилов приедет, если какой-то банкет будет, я попаду туда, да, наверное, встречусь. Ну, все будет. Я бы хотел. Субтитры сделал DimaTorzok